О, хорошо. Аккуратно снять верхний слой, не повредив растения, а дальше вычерпывать из ямы мокрый грунт. Земля не сухая, потому что мерзлота тает. Такие ямы называют закопушки. Их сделают в каждой природной зоне, чтобы через каждые 5 сантиметров установить специальные датчики, чтобы оследить температуру. Если у поверхности земли она составляет 11,8 градусов, то возле вечной мерзлоты ровно ноль. Сегодня фронт работ практикантов около 3 квадратных километров. Это примерно 7 природных зон. Но тяжелый физический труд ребят не пугает. Говорят, отчеты писать сложнее. Интересно и достаточно перспективно с экономической точки зрения, с точки зрения развития Крайнего Севера, освоения. И как-то глазу дорого. Кроме пользы в обучении, у студентов есть шанс помочь Ямалу во время поездки и успеют поработать и в Лабытнанге. Они разбиваются на микрорайоны. И мы получим вот такую вот карто-схемы вот этих неудачностей, этих возможных потенциальных аварийностей, связанных с проявлением мерзлоты. Даем отчет, мы их не скрываем. Но в этом году мы, скорее всего, еще дополнительно их направим в администрацию Лабытнанга. Не страшатся ямальские мошки и девушки. Татьяна Сидорова – москвичка. Поэтому радуются тишине и чистому воздуху. Тем более рядом не просто одногруппники, а проверенные в поле друзья. Из-за любви к мерзлотоведению у ребят внутри команды появилось очень нежное прозвище. Наученный руководитель ласково называет нас отморозками. Это не потому, что мы не можем запомнить глубину сезона талого слоя около города Лабытнанге, а потому что он действительно нас очень любит и видит, насколько мы горим идеей изучать то, что мы сейчас изучаем. Практика продлится больше двух недель. Возможно, через несколько лет кто-то из них приедет на Ямал уже работать. Мария Савельева, Алексей Канев. Время Ямала. Приуральский район.